Всем привет, всем с добрым утром, на часах уже у меня 4 часа дня, я проснулся в час и сижу немножко работаю, сейчас расскажу, что я делаю. Сегодня, как я сказал в прошлом влоге, я должен был чистить аквариум, набирать в него воды, мыть его, но скорее всего мы с вами аквариумом займемся чуть позже, не сегодня, потому что у меня сегодня появились некие дела, я сижу записываю для вас видео, отснял уже 2 видоса, сейчас сяду их монтировать и думаю, что хотя бы один из них уже вышел на канал, снял для вас 2 обзора мода, один это обзор анимированных волос для Sims 4, а второй обзор это мод Tropical Getaway, это тропический отдых, данные моды доступны сейчас только за деньги, Tropical Getaway стоит 6 долларов, а анимированные волосы стоят 4 доллара, в общем я за сегодня на моды потратил 600 рублей, на моды для Sims 4 600 рублей, ах ладно, надеюсь, что вам эти моды понравятся, надеюсь, что вы посмотрите обзор и они мне окупятся, ну типа много просмотров, и да, ребятки, если что, то влоги будут частенько вот такими, когда я сижу за рабочим столом, потому что моя жизнь, так сказать, на данный момент протекает именно так, я монтирую видео, я снимаю видео, я просыпаюсь и снимаю видео, я просыпаюсь и монтирую видео, я хожу гулять и думаю о видео, я в общем, да, я блогер просто до мозга гостей, я постоянно что-то снимаю, постоянно что-то делаю, постоянно что-то монтирую. Налил себе кофе, хотел налить себе кофе с молоком, но к сожалению, молоко у меня кончилось дома, поэтому взял себе баночку сгущенки, сейчас добавлю пару ложек в кружку и думаю, в принципе, на этом буду пить кофе и монтировать видео. Надо создать сейчас проект, создать новый проект, назовем его как-нибудь модным и окей. Вот, поэтому я сегодня буду весь день монтировать, а позже к вечеру, позже к вечеру мы с вами займемся чем-нибудь, потому что я трансляцию сегодня вести не буду, потому что, хотя можно было бы, наверное, не знаю, я еще, я еще этого не решил, возможно, проведу стримчик вечером, а возможно, какими-то другими своими делами позанимаемся. И да, я сегодня с утра проснулся, пропылесосил, помыл полы в комнате, потому что собака это жопа, серьезно. Элементарно, сейчас шел с кухни до комнаты, и мне в палец впился волос собачий. А собачий волос, он намного жестче, чем кошачь, либо человеческий, он жесткий. И он с легкостью протыкает кожу. Вот, и он впивается прямо в кожу, и ты идешь, и такое ощущение, как будто бы тебе маленькая иголочка вкололась в палец. Это больно, безумно. Вот, поэтому его нужно чаще пылесосить, нужно чаще мыть полы, чтобы не было таких инцидентов. На заднем фоне хрустит собака. Он там ест, ест, пес, песо ест. Вот, поэтому сажусь монтировать видосы, и да, потом их буду выкладывать. Должен сегодня выложить хотя бы один видос, да, на основной канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, первый обзор мода я смонтировал. Сделал русскую, этот логотип русский, потому что его не было на русском, мне пришлось сделать его самостоятельно. В общем, сделал как превьюшечку, так и сам обзор. Уже его смонтировал, он уже вывелся. Какие-то вот он он, вот наш прекрасный обзорчик на мод Tropical Getaway. Вот, поэтому, если вам интересно, то можете прийти на канал, посмотреть, на основном канале есть обзор. Я думаю, что я его сегодня выпущу. На основном канале есть обзор данного мода, поэтому обязательно переходите, смотрите мод интересный. И я думаю, что он стоит нашего внимания, тем более в дальнейшем будет обновляться и будет всё круто. Ну и чё ты, мой маленький, хочешь? Чё такое? Чё случилось? Дай тебе каку из глаза вытащу, дай каку из глаза уберу. Чё ты хочешь? А я каку тебе на голову положил. Чё хочешь? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Бэтмен, 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 волосатая собака, а? Как я в глазах копит он тут? Бэтмен? Чё тебе, скучно, неинтересно, пока я тут работаю и сижу? Заняться нечем, лапа на меня сложил, главное, забрался и такой. И сидит, значит, и сидит на мне, да? Чё ты весь трясёшься-то? Чё ты весь трясёшься? Неудобно стоять? Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо, локтём мне своим прям по ноге. В общем, я сажусь монтировать второй обзор. Я за сегодня должен смонтировать два обзора. Один выложу на Tropical Getaway, а завтра выложу обзор на анимированные волосы. Вот. Обзор мод стоящий. Стоящий, в прямом смысле этого слова. Вот. Стоящие деньги. 300 рублей он стоил. 285. Десять. Да, с меня списались 285 рублей за анимированный мод. Ну вот как-то так. Поэтому, да, надо сейчас смонтировать его и завтра выставить его вам. Ну а вы пишите в комментариях, нравятся ли вам мои влоги. Боже мой, нравятся ли они вам. Потому что я стараюсь снимать что-то самое интересное из моей жизни. Сегодня воскресенье. Сегодня такой релакс выходной день. Это для всех. А у меня так дни проходят и в будни, и в выходные. И всегда у меня так дни проходят. Поэтому надеюсь, что вам влоги потом не надоест смотреть. Ну типа, он всё равно сидит за компом и никуда не выходит. Типа, ну. Я буду выходить. Постараюсь теперь часто выходить на улицу, раз надо влоги снимать. Вот. Сейчас сижу, думаю над тем, чтобы на канал ввести новый проект по Sims. По Sims 3. И мне безумно интересно стезя Sims 3 как квартиры. Потому что, ну типа, за всё время игры в Sims 3, а это очень маленькое время, я ни разу не... Ну, по-моему, один раз, очень давно, заселял своего персонажа в квартиру. Как там, что реализовано. Хотелось бы сравнить с дополнением «Жизнь в городе» и «Симс 4». Вот. И сейчас думаю над тем, надо это или не надо. Но я думаю, что вы согласитесь о том, что нужен проект всё же на канал по Sims 3. Да и по Sims 2, а то уж по-любому вам нужен. Вы любите Sims, поэтому, да. И что ещё? И ещё сейчас хочу попробовать нацепить на свою камеру, которую я сейчас вот в руке держу. Я снимаю, если что, на телефон. На свой... К теме о том, как снимает Honor 9 Lite. Это фронтальная камера, и иногда, когда я снимаю там мониторы, когда я что-то снимаю, я снимаю на основную камеру. Вот. Поэтому, если что, если вам нужен телефон с камерой и... Телефон с камерой, если вам нужен, то не покупайте кирпич. Вот. А если вам нужен телефон и вас камера устраивает, у этого смартфона, на который я сейчас снимаю, Honor 9 Lite, то, в принципе, берите. Думаю, вам нравится. Ну, надеюсь, вам нравится. Качество. Вот. Ещё мне надо найти сегодня линзы от камеры, которая на телефон такая цепляется, линза, и селфи-палку. Потому что так вот постоянно держать руку, ну, это как бы не очень. Потому что в прошлый раз... Вот я сейчас переставляю руку, и вот так снимаю, пока рука не отвалилась, ни нахрен. Вот. Потому что в прошлый раз я искал селфи-палку, я так её не нашёл. Селфи-палку можно хотя бы чуть-чуть вперёд выдвинуть, хотя бы, чтобы рука была в согнутом состоянии, а не постоянно вот в таком. Это неудобно держать её постоянно в подвешенном состоянии, она быстро устает. В общем, линзы... Так, нормально всё достать. Линзы от камеры я нашёл. Они вот в таком вот чёрном мешочке. И да, ребят, если вас смущает это вот согонь, я постоянно на заднем плане, у меня собака просто полинолиум уходит, и когтями всё это вот даст. Да, странные звуки. Заказывал линзы ещё очень давно на Алиэкспрессе. Пришли они вот в таком чёрном... Таком... Бархатном мешочке. А здесь есть вот такая вот прищепочка. Вот такая вот прищепочка на ней. Уже тут, правда, линза прицеплена. Я, правда, не знаю, какая это линза. Вот такая вот прищепочка есть на этой линзе. И в комплекте идёт вот такая вот линза. Вот такая вот линза. Это, я как понимаю, какая линза. Это фишай линза. Это линза, которая такую картинку увеличивающую делает. А вот эта вот линза, вот эта вот... Это, по-моему, да, это макролинза. Линза, которая, наоборот, увеличивает какие-то мелкие объекты. Можно снимать на неё, делать макросъёмку. Вот, сейчас хочу попробовать снять видос на фишай линзу и на макролинзу. И пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат макро и фишай линза. Сейчас попробую. В общем, вот это вот формат линзы фишай. Формат линзы рыбий глаз. Он очень такой странненький немножко, конечно. Вот. Но типа делает очень хороший охват... Ой, ой, сетка. Делает хороший охват. Типа вот так вот. Но качество, конечно, такое себе. Не очень. А вот линза для макросъёмки. Вот такой получается эффект. Вот если как бы окно, мониторы. Уже сразу видно, что эффект не такой, как от фишай линзы. Вот. А мне ещё интересно, если я сейчас макролинзу одену на фронтальную камеру. Как это будет смотреться? От макролинзы мой нос стал ещё больше. В общем, вот так вот это выглядит в макро виде. А почему-то, когда линзу фишай одеваешь на этот вот объективчик, да, получается, что эффект такой, как будто бы камера стала в 500 раз хуже качеством. Ну-ка, если вот так вот я сделаю, то получается очень... Видите, сразу качество прям падает. Я не знаю, с чем это связано. А так, в принципе, нормально. Это вот так вот, а это вот так вот. Как бы, да. Пишите в комменты, нравится ли вам, когда блогеры снимают вот на такие вот фишай линзы, или ещё на что-то, когда обзор очень такой прям... Тихо, компьютер. Когда угол обзора очень такой прям широкий-широкий. А вообще, к чему я про эти линзы-то вспомнил? Раз я сейчас снимаю для вас влоги, и когда буду очень часто, например, выходить на улицу, снимать там с макро линзы, либо с фишай линзой, какие-то там пейзажики, я думаю, вам было бы интересно в таком формате посмотреть влоги. Вот, но не весь влог, а там какие-то, опять же, повторюсь, пейзажи. Было бы здорово. Вот, потом пишите в комментах, если что, то вообще без проблем буду снимать так. Ну что, в Москве уже 12 часов 23 минуты, я сижу, загружаю новый видос, обзор на мод Tropical Headway, тропический отдых, и сейчас в 14.30 у меня моды. Вообще, я хочу сделать так, чтобы видео выходили у меня каждый день, например, в 14.30 по московскому времени. Вот, а сейчас 12.23, и ждать еще долго. Вот, поэтому посмотрим, 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 когда я буду выгружать их. Возможно, в час видео сегодня выгружу, сегодня же воскресенье. Вот, поэтому выгружу его в час, наверное. Поэтому сейчас тут всякие штуки с монетизацией подел. Ну, типичные ютюберские такие штуки, за которых блогеров обвиняют в продажности, или еще в чем-то, когда на видосе у блогера стоит много рекламы. Там, типа, когда видео больше 10 минут, можно проставить рекламу, где тебе захочется. То есть, там, можно через каждые 2 минуты, через каждые 5 минут. Вот, и типа обвиняют, что почему у тебя так много рекламы на видосе стоит. Потому что канал требует, как говорится, я в него вкладываю силы, канал требует, ну, как бы требует хоть какой-то отдачи. И получить элементарно, там, типа, 10 тысяч рублей в конце месяца, как бы, это очень даже хорошо. Заплатить за свет элементарно, за интернет, там, за какие-то другие коммунальные платежи. И чтобы было все хорошо и замечательно. Я думаю, вы меня в этом плане поддерживаете, что Ютубу нужно уделять много времени, Ютубу нужно себя полностью отдавать для того, чтобы он хоть что-то тебе давал. То есть, хоть какой-то заработок жизненный. Вот. Прожиточный минимум, так сказать. Вот. И сейчас я быстренько тут разберусь со всякими, там, конечными заставками, монетизацией, субтитрами и со всем остальным. И вообще сегодня хотел выйти на улицу на пару минут прогуляться, но у меня не работает ли в доме, загорел мотор. И не хочется подниматься, спускаться туда-сюда, на 10 этаж и обратно. Поэтому сегодня, скорее всего, посижу дома весь день. И вот такой вот скучный влог. Да. Завтра, думаю, хоть что-то будет поинтересней. Завтра хочу все же выбраться на улицу. Завтра хочу поделать какие-то дела. И сейчас я думаю, что я возьму свой блокнот и составлю список дел на завтра. Да, я смотрю Катю и Ваню и видел, что Катя спишет себе каждый день какой-то план. Что она хочет выполнить. Думаю, что это очень хорошая идея. И надо мне поступить точно так же. Сижу, смотрю Славного Дружи и его обзор на суши-фуд-такси. Параллельно сижу, смотрю ваши комментарии под новым видео. Сейчас тут открывается пока чуть-чуть. Так. Где тут комментарии, боже мой? Так. Да. Да. Да, да. Вот. Вот видос. Так. Я смотрю ваши комментарии под новым видео. Это обзор тропического мода. Тропический отдых. Сижу, читая ваши комментарии. Я обычно сортирую их, типа, самый новый. Вот. И сижу, читая ваши комментарии. Типа, вот. А по мне мод отстой. Мод еще хуже... Ай... Еще хуже там. Извините, но такое мое мнение. Я за. Я лайкнул. Райские острова только в Sims 4. Ну, почти. Правда. Мне мод понравился, но не настолько сильно, как он, как говорится, подготавливал свое ожидание. Типа, ожидание и реальность. Ну, такое. Очень понравился касс. Думаю, я его куплю. Лучше дождись, пока бесплатно выйдет. Спасибо, что делаешь обзоры на моды. Теперь знаю, какие моды лучше всего качать. Отлично. Так. Сережа, очень круто. Как всегда, люблю. Спасибо. Когда бесплатный будет, обязательно скачаю. Жаль, что не могу скачать мод. Бюстгальтер топ. В общем, смотрю по просмотрам, ребятки. Вам этот видос нравится. На нем уже 1400 просмотров. А мод, точнее, видео вышло буквально 30 минут назад. 30 минут назад вышло видео, и там уже 1400 просмотров. Это круто. Это очень здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот и живет среднестатистический блогер, который сидит целыми днями снимает видео, монтирует и ест. Многие меня спрашивают, почему ты такой худенький? Ты мало кушаешь? Нет, ребята. С профессии блогера мало кушать, как бы да. Ты мало кушаешь, но с профессией летсплейщика ты жрешь просто как лошадь. Ты жрешь и постоянно сидишь на одном месте. Если бы у меня был нормальный метаболизм, я бы давно стал жирным. И это вот прям точно. И да, еще под первым влогом, который за 30 августа, который вышел 1 сентября, меня спросили по поводу готовки, по поводу еды, вам понравилось, как я готовил себе завтрак. И меня спросили о такой примарочке, когда я сказал, что бесит, когда кто-то готовил до меня и не убрал. И спросили меня, ты с кем ты живешь или ты живешь в коммуналке, ну что, типа, не знаешь, кто готовил. Я живу в своей квартире, это моя квартира. Я живу с мамой, вот, мы с ней вдвоем живем. И поэтому, когда я готовлю, я, допустим, я готовлю какие-то маленькими порциями. То есть там, жарю себе что-то, варю что-то, там как бы, ну, маленькими порциями. То есть в маленьких кастрюльках и все. А когда готовит мама, она готовит большими кастрюлями. То есть это борщ какой-нибудь, там, как будто запеканка, еще что-то. Простите, если вдруг вы голодные, сейчас сидите и смотрите это видео. Вот. И из-за этого, разумеется, образуется какая-то пенка сверху, которая там где-то выкипает что-то. И после нее остаются вот эти вот грязные пятна на плите. И, как бы, она их убирает не всегда. Вот. Ну, не всегда сразу, имеется в виду, она их убирает, но не всегда сразу после готовки. И поэтому, когда я начинаю что-то там готовить, себя жарить, парить, варить, и меня вот бесит, что плита вот эта вся залита просто в разводах, иногда психую сам убираю, иногда принципиально не убираю и жду, пока она уберет. Я плохой сын в этом плане. Надо помогать. В общем, сижу, ем, приготовил себе макароны с яйцом, залил все это дело соевым соусом и соусом чили, налил себе компот из сухофруктов, и сейчас буду монтировать видео на завтра. Вот. Буду монтировать видео на завтра, и как раз-таки время уже сейчас 9 часов вечера, и думаю, посмотрю какой-нибудь фильмец, посмотрю какой-нибудь, может, сериальчик посмотрю, и уже буду ложиться спать. Ну шо, ну шо, ну шо, ну шо, ну что, собственно, день подходит к концу, я сижу смотрю сериал, зачарованные, видео я так и не смонтировал, думаю, завтра уже смонтирую, а может, сейчас смонтирую, в общем. Параллельно просмотру сериала сижу, устанавливаю себе неустановленные материалы из стора в Sims 3, смотрю из чаровных прекрасных, вот, и сейчас, когда все установится, сяду за монтаж. Сяду за монтаж этого влога, вот, собственно, решил включить камеру, чтобы с вами попрощаться. Вот, всем спасибо за то, что смотрите мои влоги, спасибо за то, что ставите лайки и оставляете ваши комментарии, пишите комментариев побольше, я хочу общаться с вами, я хочу отвечать на ваши вопросы во влогах, чтобы между нами была какая-то связь, как блогера и как людей, которые смотрят этого самого блогера, вот, и всех вас безумно люблю, спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, я пошел монтировать и ложиться спать, все, всех люблю, всем, до завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok